Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. Сегодня речь пойдет о том, как избежать простуды и гриппа. У нас в гостях Елена Паненкова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления распотребнадзора по Рязанской области. Елена Алексеевна, какая сейчас ситуация по простуде и гриппу? Я могу сказать, что на сегодня ситуация у нас спокойная, стабильная, не эпидемическая. В этот сезон, сейчас я могу сказать, на сегодняшний день мы находимся на пороговых значениях, не превышаем пороги заболеваемости. У нас по нашему мониторированию не выделяются вирусы гриппа, то есть не лабораторно, не клинически. Поэтому сейчас не можем говорить об эпидемии. У нас довольно-таки стабильная обстановка в регионе. А можно ли ее ожидать дальше? Или нет таких факторов? Мы прогнозируем, прогноз не только по нашей области, но и по всей Российской Федерации. Мы ожидали в конце января, начало февраля, потому что это и связано с тем, что дети на каникулах потом начинают возобновлять учиться. Но на сегодняшний момент ситуация такая, какая она складывается. И, наверное, это хорошо. Я даже могу связать это с тем, что в этом году вакцина в наш регион поступила в сентябре. Это очень хорошо. То есть рано. 27% населения у нас иммунно. И, наверное, тоже это имеет свои положительные моменты. Поэтому сейчас довольно-таки стабильная ситуация по ОРВИ, по гриппу. Какие вирусы распространены и стоит ли их бояться? Ну, лучше, конечно, поговорить на эту тему с врачом лечебного профиля. Но я хочу сказать, что на сегодняшний момент у нас циркулирует грипп H1N1, H3N2, это А, тип А, и тип гриппа Б. Вот все они входят в вакцину, гриппол плюс, и гриппол, который в этом году мы прививали население. Поэтому ничего нового на сегодня нет. Все те же вирусы. А как Вы считаете, устойчивы вирусы к холодам? Ну, мы не будем говорить так буквально, но я хочу сказать, что, конечно, и солнечные лучи, и высокие температуры окружающей среды, морозы, они губительно действуют на вирусы. И когда температура низкая, то да. Поэтому надо побольше быть на свежем воздухе, меньше быть в помещениях, гулять, вести здоровый образ жизни. Если говорить о профилактике на сегодняшний момент, потому что вакцинация уже прошла, вот, то есть сейчас уже делать прививку бесполезно. Поэтому вот именно вот такие вот чисто профилактические меры – это вот находиться побольше на свежем воздухе, проверить в его помещении, употреблять в пищу правильные продукты, в том числе витаминизированные, может быть, соки, питье. Вот. И если кто-то хочет, можно обратиться к лечащему врачу, может быть, он посоветует какие-нибудь препараты, которые повышают иммунитет, витаминные препараты. И, может быть, даже не надо внушаться такими, там, аскорбинкой, аскорбиновой кислотой или аскорутин – очень простые витаминные препараты. И, может быть, даже лечащий врач вам какие-то подберет более, там, мультивитамины, которые сбалансированы под повышение иммунитета. Всем ли подходит прививка против гриппа? Есть ли какие-то противопоказания у нее? Это лихорадочное состояние, как-то температура высокая у человека, либо это аллергия к белку, потому что вирус культивируется на курином белке. Это единственные два таких основных. Но уже все равно у нас есть и закон по иммунопрофилактике, и есть санитарные правила по безопасности иммунопрофилактики, где там явно сказано, что после осмотра доктора только можно вакцинироваться. Поэтому врач оценивает состояние, записывает запись в амбулаторной карте, то есть это все серьезно достаточно. И после, если он пишет, что допустить к прививке, прививку делают человеку. Бывают такие случаи, что человек сделал прививку и на следующий день заболел. Как вы объясняете? Во-первых, каждая вакцина имеет свою реакцию или вакцинация имеет реакцию на прививку. Это чисто в установленные сроки. Например, реакцию на прививку против вакцины гриппа мы можем ожидать через неделю. Если человек, например, заболел на следующий день после вакцинации, конечно, это не надо расценивать так, что это после прививки. Конечно, он, может быть, был в продрамальном периоде, то есть он уже заразился пораньше чуть-чуть, и так совпало. Бывает такое. Но вообще мы же оцениваем всю ситуацию. Реакция на прививку против гриппа у нас не регистрировалась. Поэтому я хочу сказать, что, конечно, вообще грипп, он относится к острым респираторным вирусным инфекциям, и грипп одна из сложнейших болезней к этой группе, которая относится. И даже мы не можем говорить о самом заболевании, а осложнение очень тяжелое. Это и пневмония, и менингиты могут быть, и разные со стороны дыхательной системы какие-то, и со стороны почек, и сердечно-сосудистой системы. Конечно, лучше привиться и себя обезопасить, чтобы не заболеть гриппом. Вы говорили о Курске. Там как у нас сейчас ситуация обстоит? Вы имеете в виду про Курь? Да, да, да. Ну, мы сейчас можем говорить, что о Куре, но о Курске, то, что там сейчас идет вспышка кори, более 130 человек заболевших. Но я могу сказать, что у нас ситуация тоже регистрируется корь. Вот у нас в начале июня регистрировалась корь среди цыганского населения, непривитого. Поэтому я хочу сказать, что, конечно, то, что положено, если в национальный календарь входит вакцинация против, надо прививаться против кори детей, и у нас взрослые до 35 лет прививаются, значит, ее надо делать. То есть, где есть пробел в иммунопрофилактике, там сразу, то есть, болезнь не заставляет себя ждать. А изменился как-то календарь прививок? Ну, он периодически меняется, но все равно он остается в том виде, как он есть, может дополняться, немножко корректироваться. Но он уже давно существует, и как бы вот он на данный момент есть. Так, там маленькие изменения бывают, но периодически, конечно, он меняется. А если случилась простуда, что делать? Ну, во-первых, мы про профилактики поговорили, но уж если заболели мы, да, то мы обязательно остаемся дома, не идем никуда. Вот, вызываем врача, не занимаемся самолечением. Вот, и то, что врач прописывает, как бы исполняем. А тот человек, который ухаживает за больным, ну, он тоже должен, во-первых, пользоваться индивидуальными средствами защиты, это маска. Вот, обязательно выделить индивидуальную посуду для больного, индивидуальную комнату, если такое возможно. А так проветривать помещение, вот. И, ну, самое главное, что надо обязательно обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений. А если температура 37 и, как бы, выше не поднимается, может быть, стоит просто отлежаться 3 дня дома? Нет, ну, отлежаться нет. Все равно я советую обратиться к врачу, потому что порой клинические проявления бывают, они не настолько будут, бывают выявлены, чем потом могут быть осложнения после этого. Поэтому, если температура есть, у нас есть норма температуры, если она превышает, то, конечно, лучше обратиться к врачу. А врач уже посоветует, как, может быть, отлежаться или принимать лекарственные препараты. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Берегите свое здоровье. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин